Очередной выпуск программы «Жизнь по новым правилам» мы решили посвятить самозанятым. Когда ты в самом начале пути не знаешь, станет ли твое дело прибыльным, меньше всего хочется думать о статусе и тем более становиться на учет в налоговую инспекцию. Но когда хобби превращается в стабильный заработок, страшно оставаться без средств к существованию. Пандемия и связанные с ней ограничения вдруг продемонстрировали всем, что работать легально – это выгодно. Ты можешь рассчитывать не только на уважение, но и на помощь со стороны государства. Знакомьтесь, Иван – гид-самоучка. Сегодня в эфире «Арктик ТВ» он сделает чистосердечное признание. Привет! Зовут меня Ваня. Кто я? Кто я? Откуда? Чем я занимаюсь? Очень сложный вопрос. Очень простой, очень сложный. Кто я? По профессии я, по образованию, я вообще социальный педагог. Но ни дня, конечно, не работал. В прошлом я военный. Я в право шезапаса служил здесь. Не секрет, пограничник. 15 лет и 3 дня я отслужил. Затем уволился и решил поменять свою жизнь очень-очень кардинально. Решение было сложное достаточно, потому что все-таки военная специальность, военные льготы, полярные надбавки, зарплаты, пайки, отпуск, медицина и прочее-прочее-прочее. Служил, работаю не хочу. Вполне себе комфортные условия, но, наверное, нужно иметь некое состояние души, чтобы отдать жизнь на это положить и стремление какое-то определенное конкретно к этой профессии, чего у меня, в общем-то, не было. Я точно знал, что я не буду выслуживать какие-то пенсии до победного и умирать на службе, чтобы меня вперед ногами вынесли. Я хотел что-то большего. Я хотел развиваться, я хотел жить, я хотел дышать. И когда я уже понимал, что я не буду дальше продолжать свою деятельность военную, я сел такой дома и такой, Иван, а что ты будешь делать? Ну, что? Потому что менять шило на мыло, там, одну не очень любимую работу на другую, не очень любимую работу, ну, как бы смысла нету. Всегда хотелось иметь что-то свое, заниматься чем-то своим. Понятно, что строить какой-то крупный бизнес или куда-то вливаться в какой-то крупный проект. Это нужно какое-то специальное образование, там, допустим, да, какое-то экономическое или что-то еще, которого у меня нет. Это нужно иметь какой-то стартовый капитал, ну, достаточно объемный, чтобы куда-то войти с этим капиталом или что-то с него начинать. Это у меня тоже не было. Ну, я так простенько, вот у меня была ручка, карандашик, и я сел такой и начал писать там, что я умею вообще в принципе вот в этой жизни делать, там, руками или головой. Ну, там, я умею то-то, умею то-то, там, умею то-то. Потом второй список, что я люблю, ну, вообще в жизни. И я, значит, написал, что я люблю, в смысле, что я люблю делать. И третий список у меня был, чем бы я хотел заниматься вообще в перспективе. Ну, такой легкого мозгового штурма. И снова стрелочки между этими пунктиками проводить из трех столбиков. Очень наглядно получилось. И получилось что? Получилось, что я умею путешествовать. Я, в принципе, активный путешественник, очень люблю леса, кемпинги, горы и такое все связано с природой. Это все мое, и от этого балдею. Я умею это делать. Я знаю, как правильно одеваться, как правильно ставить палатки, разводить костры там и прочее, прочее, прочее. Круто. Дальше что? Я люблю. Я люблю путешествовать больше всего. Это моя страсть. Быть в движении, быть в дороге. Это дает энергию. И я чувствую жизнь таким образом, вот в путешествии в каком-то. И третий был пункт. Я пришел к тому, чем бы я хотел, в принципе, заниматься. Это был очень сложный пункт, потому что хотелось заниматься чем-то таким, что приносит радость. А что мне приносит радость больше, чем в путешествии, я такого не придумал. И все у меня сошлось к тому, что я люблю, умею и хочу путешествовать. В общем-то, и всех этих пунктов. Я подумал, окей, попробуем с этого и начать. Поскольку Кольский полуостров был мне знаком на тот момент, это 4 года назад все было, если не ошибаюсь. Я знал маршруты, я знал, куда ехать, я узнал все эти штуки. И я скатал каких-то друзей, съел, сделал сам. И мне попалась какая-то коммерческая группа. Кто-то из моих знакомых мне позвонил. Типа Ивана, не хочешь попробовать свозить там ребят, не помню, по-моему, у тебя Териберка была или что-то такое. Я говорю, да, окей, поехали. И я поехал. И как-то поехал, 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 пошли люди. Там зашло. Мне так понравилось. В моей профессии, в моей работе сейчас, в той работе, которую я наконец-то выбрал сам. Знаете, как говорят, найди любимое дело и ни дня не проведешь на работе. Вот у меня получилось. Я, конечно, работаю, потому что я беру за это деньги. Но я отдыхаю, я получаю от этого удовольствия. Это постоянные новые люди, новые эмоции, новые истории. И вот у нас бабахнуло вот это, вот то, что бабахнуло, вот эта наша эпидемия. И, в общем-то, все у нас встало. У меня были группы иностранных туристов, там были предоплаты, натуры. И когда мне стали звонить, Иван, ну, мы не можем приехать. Я такой, опа, блин, а что делать? Ну, началось все с того, что, конечно, пришлось вернуть себе предоплату, да? А что такое предоплата? Это как бы освоенные уже деньги, они уже твои, эти деньги. И вернули мы все деньги, все, значит, у нас закрылось, границы закрылись. И не стало туризма, ну, вообще совсем, ну, просто. Я сел, думаю, и немножко, конечно, запаниковал. Что делать дальше, было непонятно вообще абсолютно. Насколько это затянется, чем это все кончится, какие будут последствия, какой будет выход из этого всего. Когда все это обратно начнет как-то возвращаться. Вот март, прошел май, там, потом июнь. Как-то не было непонятно ничего. Я уже начинал задумываться, что буду делать дальше в этих условиях, потому что уж это хочется. И случилась, ну, лично для меня очень неожиданная вещь. Люди прям поехали. Поехали наши, россияне. Да, большинство из них, честно говоря, если бы не пандемия, если бы не границы, мы бы в Мурманск не поехали. Но поскольку мы сидели долго на карантине, ехать куда-то надо, вот Мурманск. Плюс Мурманск дешевые билеты, у нас Победа, там, Локост, там, все это продает. И не знаю, как у других ребят, там, у моих коллег, лично у меня случился бум. Вот весь август, весь сентябрь, каждый день. Огромный поток россиян, которые вот к нам сюда поехали. Наверное, я, может, очень громко скажу, но в качестве внутреннего туризма, вот сейчас его, как бы, раскрытие для наших, для россиян, эта пандемия сыграла на руку. Один человек, мы с ним провели тур, он уехал и вернулся через 4 дня обратно. Потому что он сказал, нет, я еще не все увидел, мне нужно это увидеть. Мы не знали, что вот у вас вот так, вот так, вот все вот так. По поводу статуса. Естественно, когда я все это начинал, я вообще не знал, будет ли это работать, смогу ли я этим зарабатывать, смогу ли я этим кого-то кормить, там, кроме себя или хотя бы даже себя. Потому что у меня не было никакого представления, как это работает вообще, насколько это доходно, насколько это вообще выживаемо или удобно варимо. Поэтому никакой речи там о каком-то статусе, ИП, там, самозанятости или что-то еще на первом этапе не стояло. Если бы мы с вами встретились очень не прошлого года, и вы бы меня спросили про самозанятых, я бы сказала, что это для нас вообще не актуально. 1 июля у нас был принят закон о статусе самозанятого. Сейчас у нас уже форумы проходят на эту тему, у нас уже более 4 тысяч зарегистрированных по области. Это те люди, которые, возможно, в какой-то период времени решили для себя начать свой бизнес. Пусть он микробизнес, да, в таком варианте, но это бизнес. Они выходят из серой зоны, они становятся легальными предпринимателями. Им уже не стыдно где-то внутри, что они занимаются чем-то таким непонятным, незаконным. Они уже легально могут вести свою деятельность, продавать свои услуги. Кто чем занимается абсолютно. И для них мы тоже проводим обучающие мероприятия. Интересные, динамичные, но в онлайне. Сейчас могут меня кинуть помидором или чем-то еще. Я считаю, что каждый здравомыслящий гражданин должен платить налоги, потому что мы кормим армию, которую она защищает, мы кормим врачей, которые нас лечат, мы кормим учителей, которые учат наших детей, дороги и прочее, прочее, прочее. Кто бы что ни говорил, я думаю, что кажется, что гражданин должен это делать. Это первый момент. И второй момент, конечно, это легализация, это статус, потому что ты там не Ванька какой-то там, а индивидуальный предприниматель, у тебя там номер в реестре, все дела, официальный статус. Если говорить про закрывшихся, открывшихся предпринимателей, все предприниматели у нас заносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая инспекция, налоговая служба. В августе месяце она актуализирует, каждый август она актуализирует данный реестр. В этом августе у нас произошло небольшое снижение, но это связано, опять же, конечно же, с экономической ситуацией, а также с так называемой чисткой реестра, то есть оттуда выбираются предприниматели, которые не представили отчетность, либо которые не работают, либо которые не соответствуют критериям предпринимательства. Вместе с тем, благодаря, как я уже сказал, налогу на самозанятых предпринимателей у нас стало плюсом 3 900. Соответственно, число занятых у нас по сравнению с началом года, это у нас 66,4 где-то, сейчас это уже 68,8. То есть у нас на почти 2,5 тысячи занятых именно в отрасли у нас увеличилось количество семья. Я обратился в Центр поддержки предпринимательства, причем как-то случайно, я не помню, как я на них вышел, кто-то не посоветовал или что-то еще. Честно говоря, обалдел. У них такая мощная программа поддержки предпринимателей. Ты приходишь, тебе все разжевывают, кладут в руки или вот там кому куда, дают тебе куратора, дают тебе образцы, нужно писать же бизнес-план, твои идеи. Тебе там все шаблоны, все-все-все разжевывают, помогают, очень круто. И я решил в тот момент, все, я, значит, у них нужно пройти курсы, шаг за шагом называется. Проходишь курс, создаешь несложный экзамен, получаешь сертификат. Этот сертификат дает тебе право на участие в конкурсе грантов. Пишешь бизнес-план, оформляешь идею, твой куратор тебе помогает. С этим грантом выходишь на конкурс. И первый грант, вот, в прошлой усе не подавался, как раз-таки, естественно, цель была грант получить, оформить ИП, потому что это обязательное условие. И как бы осваивать грант и уже, ну, выходить на какие-то просторы, да, официального нашего, нашей занятости. К сожалению, с первой попытки у меня грант получить не получилось. Ну, это ничего страшного. Такое бывает, чтобы сразу сходу, с насколько я такой сел, думаю, ну, окей, ладно. Сейчас следующий у них конкурс весной, я доработаю, значит, бизнес-план, там что-то добавлю, обкатаю, пойдем еще раз. Все время нужно повторять, объяснять, приглашать, доводить информацию таким образом, чтобы у людей, у предпринимателей уходило вот это некое недоверие. Потому что оно существует, да, действительно. Мы же предприниматели не привыкли, что нам кто-то помогает. Мы на той предпринимателе, чтобы сами двигаться, там, что-то придумывать, как-то выходить из ситуации, выживать. И вот этот тип мышления, как бы, да, ну, тяжело переломить. Сейчас, я еще раз повторяю, что в последние годы, да, вот эта помощь, она все больше и больше ощущается. И приходится объяснять, рассказывать. Многие удивляются, не все знают. А те, кто знают, действительно, да, они пользуются этими услугами, они вполне успешны и ценят эту помощь, не понимают, о чем идет речь. Направления-то очень разные, да, это маркетинговые услуги, это юридические услуги, это бухгалтерское сопровождение, это услуги по тендерному сопровождению. То есть, проще говоря, простым языком. Если вы являетесь предпринимателем, вы открываете, допустим, свою какую-то точку продаж, булочки выпечиваете, там, одежду продаете, игрушки продаете, без разницы, вам нужно сделать вывеску. Рекламная, красивая вывеска, она стоит денег. Это не 5 тысяч рублей, и, возможно, даже не 10 тысяч. Вы всегда можете прийти в центр поддержки предпринимательства, и если вы соответствуете тем требованиям, а они не жесткие, и их вполне можно выполнить, эти требования, да, если вы законопослушный предприниматель, назовем это так, то вы вправе рассчитывать на эту поддержку, и мы вам поможем, и на основе софинансирования вы сможете этот рекламный продукт получить. Это я условно сейчас только, например, вывески вам транслирую информацию, да, можно же получать услуги маркетинговые и по продвижению в интернете, и по созданию сайтов, и по полиграфии, и выбор их очень велик. У нас есть большое количество партнеров, рекламных агентств, которые с нами работают, и мы, соответственно, стыкуем их с нашими предпринимателями, чтобы они вместе, сообща, могли делать полезный продукт, а мы помогали этот продукт оплачивать. Пандемия все-таки еще у нас продолжается, но можно сказать, что, в принципе, большинство предпринимателей вышли из, так как называемого, кризиса, приступили к своей работе, налаживают заново все свои рабочие процессы. Мы, в свою очередь, как предоставляли меры поддержки, да, то есть у нас были антикризисные, они были, скажем так, одномоментные, но у нас есть и другой пул мер поддержки, который, в принципе, мы оказываем совместно с Мой бизнес, соответственно, с Формапом, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, региональный бизнес-инкубатор. Какие-то меры мы, естественно, пересматриваем и перераспределяем их, какие-то меры мы сейчас пытаемся разработать, ищем новые, пока не скажу, какие все-таки, но они у нас будут и предпринимательства. Сейчас у нас идут другие мероприятия, да, они идут тоже в онлайне, и обучающие мероприятия, например, для новичков, если у нас раньше было мероприятие шаг за шагом в традиционном оффлайн-формате, то сейчас этот шаг за шагом, рестарт, он уже в онлайне идет. Буквально, наверное, дня три назад я разговаривал с ребятами, по-моему, из Челябинска, они у меня были, они тоже какие-то туроператоры, что-то они делают, и они говорят, а вы знаете, что лично в нашем рейтинге топ популярных мест страны, это вот у нас Камчатка, Байкал, Алтай и Мурманск. То есть Мурманск для внутреннего туризма, я считаю, из-за этой пандемии открылся сильно. И вот эта вот, как бы сказать, реклама, что ли, которой мы занимаемся, вся реклама, которая есть, опять же, по моему мнению, очень субъективному, возможно, она не очень эффективна, то, что мы делаем для популяризации Мурманска. Есть хорошие наработки, есть классные идеи, попытки реализации, но пока это еще не на том уровне, мы пока еще не бренд, скажем так. Но вот то сарафанное радио, которое приезжающие люди разносят по всей стране, вот это работает, вот это работает круто. И вот сейчас мы отработали после пандемии сезон, сейчас входим в зиму, и я считаю, что это был такой некий трамплин для внутреннего туризма именно летом. Потому что все-таки основной сезон в Мурманске, это, конечно, зима, а сейчас они звонят, а у тебя места нету, времени нету, всех взять желающих. Конечно же, каждый из нас хочет развиваться. Все хорошо, что у нас есть, мы этому рады, но всегда хочется большего. Хочется развиваться, хочется оборотов, хочется какого-то объема. Это возможно, конечно, исключительно, во-первых, с помощью государства, а во-вторых, с помощью какого-то официального статуса. Потому что, ну, классный гид Ваня, это хорошо, а классный сертифицированный гид Иван Васильевич, это лучше, это некое доверие априори к тебе. Более того, я считаю, что сейчас в нашей индустрии, здесь, в городе, много кто работает в серой зоне. Это не очень хорошо. Это гастарбайтеры, которые приезжают сюда на сезон с разных регионов России, и не только России. Вот, это наносит удар как по нашей местной индустрии, да, по гидам и компаниям, так и по престижу в индустрии в целом, потому что только ленивый сейчас этим не занимается, и сервис, конечно, очень страдает. Кто-то делает хорошо, кто-то не очень, а кто-то откровенно плохо. И все это, опять же, разносится по стране. Если этим будут заниматься сертифицированные организации, сертифицированные гиды, то это будет другой уровень качества, другой уровень сервиса. Это важно. Лично для себя мое решение однозначное. Это легализация, это получение поддержки государства, которая есть и она работает. И с помощью своих наработок, с помощью своего опыта и с помощью помощи, которую мне готовы предоставить, которую мне хотят предоставить, вот я буду развивать свое дело дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова